Сатурна были всегда выше температуры конденсации воды, и там, скорее всего, лед воды не испарялся, и к тому есть некие основания. Там, говорите, мы попозже об этом я вам напомню, просто сейчас запомните вот этот факт. Там легко могли конденсироваться и аммиак, и CO2, но конденсация метана могла происходить только на самой-самой последней стадии. Вот если вот это 8 миллионов лет, ну, вот это может соответствовать 6 миллионов лет. Вот эта точка. В 6 миллионов лет это тела уже достаточно большие, и если CO2 там и сконденсироваться, то существенно ниже, чем в солнечных пропорциях. Надо сказать, что конденсация аммиака и CO2, поскольку она происходит не сразу, то она тоже, конечно, их соотношение тоже будет отличаться от солнечных пропорций, потому что к этому времени вещество уже аккумулировано, я вам говорю, что идут два процесса. Про них идет процесс аккумуляции и идет процесс конденсации. Если у вас они накладываются друг на друга, то надо смотреть, что это проистихает быстрее, поскольку вот охлаждение газовой фазы потребовало полтора миллиона лет до того момента, как могла сконденсироваться аммиака и CO2, то за эти полтора миллиона лет вещество из полевого состояния уже перешло в состояние достаточно крупных частиц. Ну, крупных, это по понятиям процесса аккумуляции, ну, скажем, 10-сантиметровые, метровые. На них уже в солнечной пропорции лед не получше. А вот что в районе Юпитера? А вот в регионе образования Юпитера вода была испарена, потому что изначально там температура была существенно выше. Юпитер ближе к Солнцу, и температура там выше. Поэтому вода там испарялась, но затем конденсировалась. И вот через полтора миллиона лет произошла конденсация, что, собственно говоря, и вызвало такое быстрое образование Юпитера. Резко изменение условий. Ну, под вопросом, какая-то часть аммиака от CO2 вполне могла образоваться и войти в состав спутников. Они, возможно, нескоревые состояния находятся внутри слоя. Ну, пока никаких следов мы не видим, но в каких-то количествах они, в общем-то, вполне могут быть. Что касается аммиака, то никакой надежды найти вот этот кармоначинный аммиак на селах, образованных в регионе Юпитера, нет. Но это если мы говорим о льдах. Но есть и иная форма конденсации льдов. Она называется квадратные гидраты. Вот такая структура кристаллическая. Это образование связано, этих молекул связано с процессом конденсации воды. Вот эта аморфная вода, будучи испарённой, в условиях протоклонетного диска, где давление относительно межсказанной среды существенно выше, там, ну, даже в этих регионах, где действует муческая атмосфера, это считается высоким давлением на Землю, значит, при конденсации воды, вода анонсируется уже в кристаллической форме. Это нам очень помогает, когда мы, ну, помогает космогене, когда мы начинаем рассматривать, а что же это была за вода. То есть она как бы изначальная, либо она уже прошла историю конденсации, у нее свойства разные. Значит, при образовании, при конденсации воды и наличии других изобразных молекул, происходит образование вот таких вот квадратных гидратов. Формула у них сложная. Единственное, что мы должны с вами усвоить, что для того, чтобы таким образом образовать вот такое соединение для одной молекулы, там, метан, сок, синона, чего хотите, нужно почти 6 молекул воды. Воды, конечно, больше, чем других молекул, но не на столько, и может случиться так, что вам хватит образовать в кристаллогидраты самых высокотемпературных фаз, но на все остальные низкотемпературные вам воды просто не хватит. Во-первых, потому что это просто физически нет по балансу, а во-вторых, потому что вода, она же не только кристаллогидрат образует огна, а параллельно еще и образует собственную собственную фазу ледяную, куда уже не могут попасть сконденсированные позже газы при более низких температурах. Поэтому вот здесь изображена диаграмма состояния образования кристаллогидрата сульфида, как он называется, что я в слогу лицом с головой, сероводорода, да. Вот образование сероводорода, но его вообще очень мало в газовой фазе. Аммиан всегда конденсируется как кристаллогидрат, у него просто не бывает такой формы, но тут соотношение молекул на молекулы, и на это воды, конечно, всегда хватит. Чтобы сконденсировать метан в виде кристаллогидрата, нужно еще 6 молекул воды к нему прибавить. То же самое и с ксеноном. Вот все вот это, оно хоть, это теоретические температуры, но практически на них уже точно не хватит воды. Поэтому, когда говорят о аккумуляции в виде кристаллогидрата, это, прежде всего, имеют в виду кристаллогидрата, аммиака и ксенома. И вы видите, что температура их образования существенно выше. Если вот здесь вот, для того, чтобы сконденсировать метан нужно было 30 кем, то для того, чтобы сконденсировать в виде кристаллогидрата достаточно 60, то есть оно конденсируется существенно выше, при более высокой температуре. Поэтому, если была возможность, то метан мог бы сконденсироваться там, где было 60 кем. И вот эта диаграмма, она уже приобретает несколько иной вид. Ну, по полной лады все, соответственно, то же самое. По полной конденсации аммиака и СО2 то же самое, потому что СО2, оно образует квадрат, но это очень крупная молекула, квадрат образуется очень крупным. И сначала образуется лед, а квадрат образуется лед при еще более низком температурах, мы просто об этом даже и не говорим. Это свойство чисто вот этой огромной молекулы. Аммиак, как в прошлом случае мы говорили, что он только такими оммируется, значит температура все то же самое. И то, что мы говорили о аммиаке СО2 привлекли для этой схемы, для этой модели. А вот для условий конденсации метана, условия конденсации метана, они изменились. Скажем, в регионе образования Сатурна такая конденсация вполне возможна, для этого нужно было охладить. Прошло 2 миллиона лет. И даже, возможно, с большим дудом, какая-то часть метана могла попасть в тела, образованные в регионе Юпитера. Конденсация. С тем, чтобы конденсаторы вот этих газов попали в тела, образованные в регионе Юпитера и Сатурна, в общем, большая сложность, скорее всего, такого и не было. Здесь просто формулируется то же, что я вам сейчас сказала. И вот таким образом вы видите, что такое процесс конденсационной дифференциации для внешнего региона. Это конденсация твердых фаз льдов, но выборочная. Конденсация происходит только до тех пор, пока есть газ. Когда газа нет, то некоторые фазы вообще не успевают конденсироваться, они просто выметаются вместе со всей газовой фазой. Не было и в состав тел не входит. Здесь я отмечаю, что наличие аммиака, оно очень помогает. Особенно, ну, когда мы рассматриваем подлёдный океан, если аммиак растворён, то он играет роль антифриза, понижается температура замерзания подлёдных океанов на спутниках. И для их сохранения уже в состоянии, уграет очень большую роль. Вы знаете, что аммиак растворяется, там, 700 апрелков аммиака в одном объеме воды. Поэтому если уж аммиак был аккрицирован, то он в большом количестве мог быть растворён. То есть, каким образом попали летучие на тела внешней Солнечной системы, мы теперь примерно подсказали. Стоит вопрос, а как эти летучие попали на Землю? Ведь на Земле значительная часть летучек, с которыми мы говорили, также присутствует. Но руководствуясь вот той же самой моделью распределения максимальной температуры по радиусу Диста в различные моменты времени, мы видим, что если взять легион образования планет земной группы, ну, на Меркурии нет летучих, поэтому мы о нём вообще не говорим. Вот Венера, Земля, Марс, вот зона образования. И вот практически самые низкие температуры, которые были в присутствии газа. После этого газа не стало. Вода не могла смодосироваться, температуры были слишком высоким, поэтому изначально вода на Земле, протопланетные телами, из которых образовывалась и Венера, и Земля, и Марс, они